Качество лакокрасочного покрытия LADA 4х4 и коррозионной стойкости закладывается вот здесь, в агрегате подготовки поверхности, где проходит фосфатирование голый кузов LADA 4х4. После предварительной обноски поверхности кузов будущего внедорожника поступает в камеру подготовки поверхности, где в шесть стадий будет произведено фосфатирование будущего фундамента лакокрасочного покрытия. Фосфатирование пройдено, и после этого кузов поступает в сушку. После полного просушивания наши красавицы отправляются принимать катафорезные ванны. Ну вот, собственно, сама установка катафорезного грунтования. Надо сказать, здесь достаточно тепло, температура примерно 30 градусов, потому что сам процесс идет с использованием электричества. Ванна теплая. Весь процесс нанесения катафорезного грунта вместе с обмывкой и сушкой занимается очень много. Примерно 50 минут. После чего кузова отправляются на нанесение полиэфирной грунтовки и на покраску. После катафорезной обработки на кузов наносится полиэфирная грунтовка. Основная ее задача – предохранить лакокрасочное покрытие будущего внедорожника от мелких сколов, тарапин и подобного. Следующая стадия после нанесения полиэфирного грунта – это подготовка к окраске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это завершающие стадии шаги мазки, можно так сказать, окраски, после чего кузов отправляется на сушку. И вот он готовый окрашенный кузов ЛАДА 4х4. Всего сам процесс окраски занял 15 минут, еще 40 минут заняла сушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА